Хорошо, итак, 6 июня 2021 года Каго выпустило обновление, которое в основном превратило игру из бесплатной в платную, чтобы играть снова. И с тех пор мой раздел комментариев был полностью заполнен людьми, которые просто спамят снова и снова, что они уходят из Каго, и что это худшие обновления из возможных, потому что теперь нам снова придется платить за Каго. Теперь, чтобы ответить на эти комментарии и как бы внести свой вклад в это, сегодня я хочу снять видео о том, стоит ли покупать Каго или нет. Должен ли ты потратить 15 долларов на покупку Prime, или тебе следует прекратить играть с бесплатной учетной записью, отличной от Prime. Прежде чем мы перейдем прямо к этому, только небольшой процент из вас, ребята, которые смотрят мои видео, на самом деле подписаны на канал. Так что, если вам действительно нравится это видео, обязательно убедитесь, что вы, ребята, нажмете кнопку подписаться. Это действительно помогает мне. И с учетом сказанного, давайте сразу перейдем к видео. Хорошо? Поэтому, прежде чем мы перейдем к вопросу о том, стоит ли тратить эти 15 долларов на Каго, я собираюсь просмотреть и точно перечислить, что вы получите, если у вас будет учетная запись, отличная от Prime, по сравнению с тем, что вы получите, если купите Prime с учетной записью, отличная от Prime. Это в основном, когда вы просто скачиваете CS GO бесплатно и начинаете играть, не тратя никаких денег с учетной записью, отличная от основной, и вы сможете играть во все игровые режимы без проблем. Ты можешь играть во все игровые режимы в CS GO и наслаждаться игрой, играя только с другими игроками, не являющимися основными. Ты можешь играть только с другими игроками, не являющимися основными, конечно, как я только что сказал, но он Prime бесплатен, так что тебе не нужно тратить деньги, чтобы сделать что-либо из этого. Ты можешь в значительной степени просто наслаждаться игрой бесплатно, иметь возможность играть в различные игровые режимы и не беспокоиться о том, чтобы тратить деньги на игру. Кроме этого, это почти все, что ты сможешь сделать, если захочешь играть в CS GO бесплатно. Если ты играешь только с учетной записью, отличный от Prime, вот что ты получишь, если потратишь 15 долларов на покупку CS GO. Но что именно это добавит? Конечно, ты все равно сможешь играть во все игровые режимы и все такое. Но самое первое, что изменится, это то, что ты будешь в паре только с первоклассными игроками. И самый большой плюс в этом заключается в том, что обычно читеров намного меньше. И ты играешь с более серьезными игроками. Ты также будешь меньше сталкиваться со смурфиками, так что, по сути, это просто делает игру намного веселее. Конечно, тоже, когда ты купишь Prime, это откроет гораздо больше возможностей в игре. В основном, потратив эти 15 долларов, ты сможешь заработать опыт в игре. А это значит, что ты тоже сможешь попасть в игру. И ты также сможешь заработать ранг группы навыков или ранг для любого соревновательных режимов игры. Prime также будет включать в себя возможность переключаться между ранжированными и безранговыми для всех ваших соревновательных игровых режимов. Так что ты можешь в принципе выбрать, хочешь ли ты играть в соревновательную игру, и это повлияет на твой ранг или нет. Конечно, тоже, когда ты купишь Prime, ты получишь маленький значок на своей учетной записи, в котором в основном указано, что у тебя есть учетная запись Prime. Это, по сути, просто небольшое дополнение, которое они включают. Но это, вероятно, то, о чем большинство из вас, ребята, на самом деле не будет заботиться. Теперь, когда мы точно перечислили, разница между простым и непростым, теперь мы можем обсудить, какой из них будет лучше для тебя. Теперь я собираюсь пойти дальше и просто в основном ответить на некоторые из наиболее распространенных комментариев, которые я получаю прямо сейчас об этом новом обновлении. И это буквально люди, которые просто говорят, что они закончили с КГО, и они уходят, потому что им нужно заплатить 15 долларов. Теперь позвольте мне просто очень быстро прояснить пару вещей прямо здесь, потому что мне кажется, что многие из вас, ребята, не учитывают это, когда вы думаете о покупке Prime и КГО. Prime стоит всего 15 долларов, и он в основном открывает полную версию КГО. Это позволяет тебе делать так много вещей в игре, и это дает тебе такой лучший игровой опыт. Цена в 15 долларов тоже не так уж плоха, учитывая, что для большинства игр вы потратите от 40 до 60 долларов только на покупку одной копии игры. Это не включает в себя какие-либо внутриигровые покупки или обновления, которые может включать каждая игра. Теперь, когда я здесь один, это просто заставило меня посмеяться над многими этими комментариями, потому что 15 долларов действительно неплохая цена за возможность полностью разблокировать игру. Возможность полностью разблокировать игру всего за 15 долларов, не такая уж плохая цена. Еще один очень распространенный комментарий, который я получаю прямо сейчас, как бы продолжает тот, о котором я только что говорил, и в основном люди злятся на Вэлл за то, что они заставляют их платить за игру в КГО вместо того, чтобы внедрять лучшую защиту от хакеров, чтобы попытаться сдержать хакеров. Теперь, будучи абсолютно честным, я легко вижу обе стороны этого. Люди не хотят платить за игру, в которой анти-читы не очень хороши, и они, вероятно, все равно будут играть с хакерами даже после того, как заплатят полную цену за игру. Теперь имей в виду, что твое местоположение и серверы, на которых ты играешь, влияют на количество хакеров, которых ты получаешь. Я заметил, что люди, играющие в Индии, Азии и Европе, получат значительно больше хакеров, чем я услышу, играя в США на серверах западного побережья. Я чувствую, что это то, о чем многие люди не думают, и это определенно то, что вы хотите иметь в виду, когда рассматриваете хакеров в любой видеоигре. С другой стороны, для игроков, которые хотят относиться к КГО более серьезно, эти 15 – отличная инвестиция в игру, учитывая тот факт, что она немного улучшает подбор игроков. Когда ты купишь Prime, ты будешь в паре только с другими игроками Prime, а это значит, что ты не будешь в паре ни с какими бесплатными игровыми аккаунтами. Это ограничит количество хакеров, которых вы увидите в своих играх, на очень значительную сумму, учитывая, что людям, которые все еще взламывают, придется потратить эти 15 долларов, чтобы попасть в ваше лобби. Покупка Prime в принципе не гарантирует вам отсутствие хакеров, но это гарантирует вам меньше хакеров, что довольно приятно. Теперь, со всей этой информацией, которую я дал вам, ребята, до сих пор, я уверен, что большинство из вас уже приняли решение о том, собираетесь ли вы покупать Prime или нет. Но я собираюсь подвести итог, просто чтобы дать вам, ребята, очень простое объяснение того, что вам следует делать, если вам все еще нужна дополнительная помощь здесь. Проще говоря, Non-Prime идеально подходит для людей, которые просто хотят поиграть в игру, повозиться с ней и повеселиться. Если ты не собираешься воспринимать игру всерьез, или, может быть, если ты даже хочешь попробовать поиграть в UB, Non-Prime — это определенно правильный путь. Non-Prime позволит тебе играть во все игровые режимы без каких-либо ограничений, что, конечно, действительно здорово, если ты хочешь начать прогрессировать в игре. Если ты хочешь отслеживать свой прогресс, если ты хочешь просто стать лучше в игре и играть в нее более серьезно, то в 100% случаев это правильный путь. Ты сможешь получить конкурентное звание. Ты сможешь повышать уровень и получать дропы в игре. Но самое приятное в этом то, что это поставит тебя рядом с первоклассными игроками, с игроками, которые хотят играть в игру более серьезно. И это определенно уменьшит твои шансы привлечь хакеров к сватаству. В любом случае, ребята, это в значительной степени завершит это видео. Надеюсь, это видео поможет вам, ребята, особенно если вы пытаетесь понять, стоит ли вам покупать Prime или нет. Конечно, я очень рекомендую это, особенно для тех, кто хочет играть в игру более серьезно и просто получать от нее больше удовольствия. С учетом всего сказанного, большое вам спасибо, ребята, за то, что посмотрели. Если вам, ребята, понравилось это видео, обязательно убедитесь, что вы, ребята, оставили лайк и нажали кнопку подписаться, если вы новичок. И, конечно, если у вас тоже есть какие-либо вопросы или комментарии, не стесняйтесь оставлять их в разделе комментариев ниже или пишите мне в Discord. Мой сервер связан в описании ниже. И еще раз, большое вам спасибо, ребята, за просмотр, и я увижу вас всех, ребята, в следующем видео. Мир! Субтитры сделал DimaTorzok